Сегодня даже представить сложно, как выглядела самая популярная игра на Руси, русская лапта, и 500 или даже 700 лет назад. Говорят, что именно русские переселенцы привезли игру на американский континент, и там она превратилась в бейсбол, спорт номер один. А у нас ее основательно подзабыли, но теперь она вновь заявляет о себе. Создана Федерация русской лапты, проводятся областные и республиканские чемпионаты. И этот пасхальный турнир – третий по счету. Лапта – это уникальная кладезь совершенно разнообразных навыков. Это и быстрый бег, и меткость, как говорил Суворов, и глазомер. И лапта как раз есть альфа и омега всех народных игр. Она включает в себя все. В этом году принимают участие шесть команд из совершенно разных районов Москвы и Московской области. Кто-то первый год играет, кто-то играет всего три месяца, а кто-то уже второй год занимается лаптой. И сегодня мы посмотрим, у кого как это получается. Да, приходится начинать с АЗОВ, осваивать технические приемы, которыми виртуозно владели наши прапрадедушки. Саша Рыжиков занимается лаптой два года, но и у него не все получается с первой попытки. Кстати, в лапту играют и девочки, и довольно успешно. Ведь в команде должны быть самые разноплановые игроки. Лапта – игра необычная. Это не просто традиционная русская игра. Правила этой игры учат детей дружбе. Это не игра только на выигрыш. Это игра командная. Это игра, сплачивающая детей. Игра, в которой все участвуют и выигравшие все. Люди собрались во дворе и играют в лапту. Вот это замечательно. Мне кажется, и лапта должна прийти в каждый двор. Кому-то может показаться, что детям 21 века старинная игра, хоть и модернизированная, не так интересна. Но тот азарт, с которым они играют, говорит об обратном. Игра захватывает. И тот, кто почувствовал ее динамику, обязательно выйдет на игровое поле. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский.